Друзья, всем привет! Сегодня у нас 11 октября 2023 год. Вот такая у нас солнечная, прекрасная сегодня погода. Сегодня мы обязательно пойдем на море, будем загорать, купаться. И еще поедем на Адлерский рынок. Я вам обязательно сделаю обзорчик. Покажу, что там у нас по товарам, что по ценам. И сделаю небольшой обзор, что купила. Так что будет интересно. Оставайтесь на канале, подписывайтесь обязательно на канал на Дзене, на Ютубе и заходите в Телеграм. Итак, пока мои собираются, я пошла проверить, как обстановка в бассейне, на улице, вообще как лучше одеться. Потому что смотришь солнце, жара, но на самом деле может оказаться так, что сильный ветер. И тогда лучше, конечно, одеть что-то с рукавом и штаны тоже. Одеть длинные, а не шорты. Так что сейчас проверим. Это я сейчас как раз иду по лестнице нашего отеля. У него такая интересная планировка в форме палубы корабля. Вот, и я на самом деле даже не могу сейчас точно сказать, по какому корпусу я иду, потому что достаточно запутанно. Вот, и, ну как бы, не совсем понятно, где идешь. Но еще, в принципе, по любой лестнице вы не забудетесь и дойдете туда, куда нужно. Отель полностью заполнен. Я уже говорила в одном из своих видео, что урвала просто последний номер. Вот, видите, вот на первом этаже, почему я не хочу номера, потому что вот так вот выглядит там балкон. Вот, я хочу всегда высокий этаж. Мне идут навстречу, то есть вот нынче вообще... Здравствуйте. Пятый этаж у нас, самый высокий. Так, вышли сейчас на улицу. Да, это, кстати, я шла по третьему корпусу. Вот в этом корпусе мы жили в прошлый раз и выходили вот через эту дверь. Сейчас я просто вышла через другую, потому что мы живем в главном корпусе. Так, посмотрим, что у нас тут в бассейне. Ну, на самом деле, да, ветерочек есть. Так, вот у нас бассейн. Пока что никто не купается. Но все спят, либо все спят, либо уезжают рано на экскурсии. То есть то, что не купаются, это вообще не показатель. Так, бассейн тут работает очень долго. Я обязательно сниму отдельное видео про бассейн обзорное. И все-все-все расскажу тут про него. Так что обязательно подписывайтесь на канал и смотрите новые видео, не пропускайте их. Так, ну что, на солнышке достаточно хорошо припекает. Вот оно, наше любимое солнышко. Вот, если бы не было ветра, было бы вообще просто прекрасно. Вот, но ветер все-таки есть, поэтому лучше с собой взять, конечно, кофту с рукавом. Что мы и сделаем. Обязательно всегда на себе купальник, если вдруг где-то удастся искупаться. Можно даже просто ехать мимо какого-то бассейна. Вот, и... Заехать в бассейн, там искупаться. Может быть, на море удастся. Но я очень рассчитываю, что сегодня на море мы искупаемся. Так, ну что, давайте заходим обратно в отель. Через другую дверь сейчас зайдем. Так, и пройдем вот здесь коротким путем. Проходим. Вот, и на лифте едем на наш пятый этаж. Так, выходим на улицу. Наконец-то собрались. И сейчас поедем на море. Посмотрим, как там обстановка. Так, это перекресток улицы Свердлова и Богдана Хмельницкого. Такая солнечная погода. Где тут наша BMW? Шучу, конечно, шучу. Бюджетные туристы ездят на ладе-гранте. Спасибо, что хотя бы она лифтбэк. Она хотя бы как-то немножко поприличнее смотрится. Ну... Все, едем на море. Одиннадцатый октября, 2023 год. Море в районе пляжа Чайка. Достаточно медленность температуры воздуха. Существует температура воды плюс 21 градус. Солнышко привлекает. Достаточно тепло. Друзья, всем привет. Одиннадцатый октября, 2023 год. И мы приехали на Адлерский рынок. Так, на входе тут, как обычно, бижутерия. Парфюм, мыло, фреш. Опять вот это все по 40. Тут запросто можно купить какие-нибудь носки. Даже светящиеся. Вот. Ну и куча всякой ерунды здесь есть. Все по 999 кроссовки. Здесь удобно, может быть, с вам ложкой? Выбирайте вся обувь по одной цене. Распродажи у нас. А размеры есть? Размерчики разные. Надо смотреть. Какой нужен размер? 39. На 39-ю ножку трикотажные или на осень? Нет, на осень. Вот таких вот нет 39. Ну, нет, чуть-чуть мельче. Легче носа. Так, заходим сразу, упираемся в чай ручной сборки. Ну, а чай-то взять, да. Поскольку тут вот этот чай. С чабрецом вкусный. Лаврушки вот надо приобрести. Так, вот эти вот специи. Очень крутые. Каждый раз их вот здесь беру. Все классные. Ну, такие вот на подарки, специи. На развес. Чай также на развес. Сколько у вас лаврушка стоит? 150. Так, лаврушка 150. Вот тут, смотрите, пастилатовыми пластинками. Халва различная. Сладости здесь. Так, тут тоже на развес. 50 рублей за столовую лоску они продают. Ну, вот тут всякие закатки. Орешки, смотрите, какие милые маленькие баночки. Так, здесь у нас сухофрукты, орехи. А в какую цену халва? 700 рублей. Так, халва 700 рублей. Свежайшая, говорят. Чурчхелы здесь по 200, но здесь такие большие чурчхелки. Так, здесь вот с ценами сейчас посмотрим. Персики 250. Чернослив 170. Нектарин 250. Ты хурмута смотришь? Так, инжир здесь 300 вот за такое. За такую баночку. Так, лаврушечка. Ну, давайте здесь еще спросим, сколько лаврушка. А сколько у вас лаврушка стоит? Лаврушка сколько стоит? Лаврушка 150 рублей. 150. Нет, 150 же я там тоже спросила. Так, на, а там тогда взять за 100 рублей. Аромат копченой рыбки сводит тут с ума. Так она красиво прям разложена, да, такая. А вот это что за рыба? А это вот эта барабулька. Барабулька. Сом. Барабульки как много. Ну, это вот эта мелкая, да, которая в море. Так, здесь сыры. Тоже, в принципе, цены есть. Можно даже не спрашивать. Так, миди. Одна шпажка 150 рублей. Кальмары. Сурган. Черноморский. Арбуз вообще просто обожаю. Прям так бы и съела его тут весь. Так, инжир 250-300 рублей за килограмм. В основном фейхуа. Вот мы даже ни разу не пробовали. Напишите в комментариях, вообще вкусный он, невкусный фейхуа. Гранаты. Так, персики мы там вначале видели по 200 рублей за килограмм. Тут они 300. А это что такое? Что это за фрукт? Мы даже не знаем, что тут такое. Так, некого спросить пока. Какая цена на персики? Это 250 килограмм. Так, 250 персики. Вон 200 есть инжир. Ну, за баночку, да. Что мы с вами больше ты не съедим? Опять выбросим только. Такой аромат. Вот идешь мимо чая, мимо специй. Прям вообще обалденный аромат. Ничего себе, какая слива. А в какую цену сливы? 500? 500 рублей. Вот такая крупная слива. Сколько они у вас? 400. Попробую все сладкие. А это что такое? Азимин называется. Кост, манго, манан. А это что такое? Это Азимин. Гранат индийский. А цена какая у них? Цена есть 500 рублевая, есть 300, есть 200, есть 100. Это за штучку? По размеру. Фурма? Какую цену? 400 рублей. Чем-то тоже с Абхазии. А это чья? Абхазия. Что, на Абхазскую, да, брать? Все в Абхазии. А гранат в какую цену? Гранат 700 есть, 600 есть и 500. Три вида. Персик-то вообще вкусный. Какой-то, значит, абхазская брать, она слаще почему-то. Какая-то, что такое-то? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, она сладкая или не сладкая. Ну, что-то 50, да. Аликланд. 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 Ну, такую-то мы пробовали. Я, да. Что, давайте вот эту штучку попробуем. Что это такое? Это маммар дикоиндийский гранат, который растет у нас. А, на вкус на что похоже? А? На вкус на что похоже? Внутри ягодки очень вкусные. Короче, две штучки даю 150 рублей. Нет по 100, по 150. Что, давайте за 100 возьмем, вот маленькую попробовать. Так, тут у нас товары народного промысла. Деревянные досочки. Вот, мне такие досочки очень нравятся. Я прям от них балдею. Подставки под горячее. Ложечки. Так, здесь носки. Тапочки меховые. Перчатки. Вон, такой есть шкура. Теплая такая. У меня, конечно же, не могла не зайти в растения. Тавиолы по 70 рублей. Диплодения. Диплодения. Ну, не факт, что у нас будет, конечно, это расти. Ну, вот, допустим, хризантемы точно будут расти. Тоже, или такие красивые, шаровидные кустовые хризантемки. По 500 рублей, вот, хризантемы. Так, ну, сейчас небольшой обзор вам покажу. Вот такую баночку, коробочку инжира купили. 200 рублей она стоит. Так, персики вот такие крутые, большие. Ну, здесь половину персиков, конечно же, уже съели. Дальше вот такая слива. Тоже половину сливы съели. Слива по 120 рублей. Персики по 200. Как я и сказала, нужно проходить дальше вглубь рынка. Там цены гораздо дешевле. Дальше взяли вот таких осьминогов копченых. Взяли чисто на пробы, потому что никогда их не ели. Так, затем уже попробовали вот такие мидии. Мидии тоже копченые. Так, вот, мидии вот так выглядят. Очень вкусные, очень мне понравились они. Так, давайте дальше. Что тут у нас? Целый мешок фундука мы взяли. Отправим его почтой России. Это, кстати, вам еще один лайфхак. Почтой России просто отправляете к себе домой и все. Если вы летите с ручной кладью. Вот, и макадамио орех тоже очень любим. Мы его взяли в макадамио. Так, дальше что у нас? Дальше у нас вот такое масло в бутылочке. Рыбка. Видите, тут масло с розмарином, со специями. И нам женщина сказала, что эти специи потом можно еще пару раз заливать. Тоже будет вкусно. Так, ну тут приправы не буду их распаковывать. Там у меня барбарист и приправа для курицы. Так, и вот такая еще дама. Тоже масло, тоже со специями. Тоже можно заливать. Так, здесь у нас вот такой вот большущий гранат. Надеюсь, он вкусный. Так, гранат стоил 250 рублей за килограмм. Вот такие яблочки. Тоже очень большие. Но их еще не пробовали. Надеюсь, они тоже вкусные. Так, и вот здесь три пакетика чая. Вот в такие пакеты насыпают. Там баночка. Ну, наверное, она на пол-литра, да, примерно баночка? Ну, или грамм 300, не знаю. Вот, пересыпают в такие пакетики. Запечатывают степлером и подписывают. Ну, подписывала я уже даже сама. Вот взяли каркаде. Потом сбор для иммунитета, конечно же. И вот наглый фрукт. Какой-то интересный чай. Просто название понравилось. И вообще тут сейчас такой аромат стоит от этих чаев. Просто обалденски. Вообще очень круто. Так, здесь у нас что? Здесь у нас специи. Вот такие вот я взяла специи. Приправа ароматная. Тут написано сразу для чего состав. Вот, то есть это очень удобно. Так, и вторая, другая у меня упаковочка. Так, здесь другой состав. Для плова риса. Для блюд из птицы. Вот, и еще взяли вот такой, вот такой интересный фрукт. Я так и не поняла, как он называется. В общем, мы его потом разрежем, попробуем. И сниму для вас небольшой шоц, чтобы тоже вам показать, как он вообще выглядит. Ну, как он вообще на вкус, как внутри выглядит. Ну, а кто его пробовал, уже обязательно пишите в комментариях. Делитесь своими эмоциями. Ну, вот такие у нас покупочки. Еще мы, кстати, рыбу взяли. Ну, обычная такая копченая рыба. Потом лаваш еще взяли. А, еще забыла показать сыр. Сыр. Вот, взяли такой вот бублик сыра. И взяли еще вот такой сырный рулетик с чесноком и зеленью. Тоже нам там дали попробовать. Очень вкусно, очень нам понравилось. 750 рублей сыр стоит. Вот. Ну, в общем, вот такие покупки. Тут примерно где-то у нас на 2000 покупок вышло. Ну, достаточно много. То есть мы и орехов, и масла, и чая всего накупили. И специи, и фруктов. В общем, всего понемножку. Все попробуем. Вот. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Цены вам назвала, показала в видео. Так что обязательно подписывайтесь на канал. В Дзене, в Ютубе, в Телеграм заходите. Пишите комментарии. В общем, всем всего хорошего. Всем пока-пока. Приезжайте к нам на юг.